Итак, что, кто я, почему, в общем-то, я веду этот вебинар. Зовут меня Шульга Елена Александровна. В первую очередь я практик. За плечами 22 года управления персоналом. И, в общем-то, простым исполнителем я работала всего один год. Все остальное время я руководила как малыми коллективами, так и большими коллективами. И на сегодняшний момент у меня собственный бизнес. И мне бы очень хотелось поделиться. Именно поэтому я и преподаю. Это как некое хобби. Но поскольку за плечами и западные компании, и российский, и собственный бизнес, действительно есть чем поделиться. Поэтому наш центр славится тем, что берет преподавателей именно практиков, которые не теорию в книжке прочитали и вам приносят. Именно то, что выстрадано, скажем так. Тема совещания родилась, опять же, из запросов участников других тренингов, других курсов, когда просят эту тему чуть пошире. Так как как-то у отдельного курса нет проведения эффективных совещаний. Но при этом мне бы хотелось, чтобы все-таки та информация, которую дам, возможно, поможет вам как-то эффективнее эту коммуникацию проводить. И если говорить про образование, часть вы тут видите на слайде сейчас. Конечно, я сертифицированный бизнес-тренер, также я коуч, и менеджер, и экономист. То есть все образования, которые там за мою жизнь, также я повышаю постоянно свою квалификацию. Ну, в общем-то, что обо мне, я думаю, что лучше подойти к теме. Хорошо? Итак, что у нас на повестке? Что я хочу в эту встречу, в общем-то, осветить? В первую очередь, как проводить совещания, чтобы они приносили максимум пользы. Я на сегодняшний момент, как собственник бизнеса, всегда оцениваю любую коммуникацию, любую. Совещание – это коммуникация. С точки зрения ценности. Я все в деньги перевожу. Вот если это будет приносить некая коммуникация, деньги, ну, в совокупе, да, может быть, не напрямую, а опосредованно, то я понимаю, что эта коммуникация тогда нужна и важна. Вот это лично мой взгляд. Вы можете, возможно, кто-то не согласится с этим. Ну, если просто хочется поговорить, ну, для этого есть лавочка на улице где-нибудь, да, бесцельное, скажем так, совещание. Все-таки это какой-то бизнес-процесс, какая-то бизнес-коммуникация, которая подразумевает за собой какую-то цель. Так? И, соответственно, разобрать, какие типичные ошибки, но это будет в процессе. Красная ничь, соответственно, как нужно и как не нужно. Разберем это дело. Хорошо? Попалась, готовилась к этому вебинару, попалась такая картинка. Так понравилось. Если ты одинок, надоело работать самостоятельно, не любишь принимать решения, собери совещание. Ты сможешь посмотреть на других, показать графики, почувствовать себя важным, поддержать указку, перекусить, произвести впечатление на коллег. И самое главное, что это все в рабочее время тебе еще за это заплатят. В общем-то, это реальная альтернатива работе. Ну, может быть, простому подчиненному и хорошо такая мотивация, да, такой продажный текст практически, да, маркетологи поработали. С другой стороны, как к этому относятся руководители сами? По-разному. Ну что ж, опять же, зависит, насколько ценность эта важна. Зачем вообще совещание собирать? Есть очевидные плюсы, есть некие такие очевидные минусы. Я глубоко копать не буду, но то, что на поверхности, это очевидно. Давайте смотреть. Преимущество совещания, да, проведения вот такой коммуникации, в первую очередь, оно хорошо, потому что есть мгновенная обратная связь. То есть ты собрал некий коллектив, задал вопрос и тут же получил ответ. То есть коммуникация даже по телефону, это нужно взять, набрать телефон, да, то есть залезть в книжку, там в этот момент тебя кто-то будет отвлекать и так далее, а тут вот у тебя есть сотрудник, ты задал вопрос и тут получил ответ. Только сразу же вопрос к вам, кто проводит совещание, всегда ли ответ есть? Не всегда. Из плюсов это то, что еще мотивация участников этого совещания, то есть персонал, на выполнение решения этой задачи какой-то, какой поставлено, потому что на курсе руководитель структурного подразделения, такой базовый курс, который рекомендую всем и каждому, правда, вот даже не для рекламы, реально, придите, рекомендую. У меня еще ни один слушатель не уходил с такой опломбом, может быть, что я все знал, что там есть, честно, гарантирую, что там будет точно пару-тройку моментов, это минимум, которых вы не знали. Даже у меня была подписка о том, чтобы я это не говорила. Подписка закончилась, могу с точки зрения эффективности. И мотивация, то есть четыре базовых функции любого руководителя, это первое – планирование, второе – организация, третье – мотивация, четвертое – контроль. По сути, больше руководитель ничего не должен делать. В идеале, по менеджменту. Я сейчас не говорю, что вы делаете работу исполнителя и так далее, но в идеале это так, идеальная картинка. Руководитель структурного подразделения. И вот мотивация участников на выполнение решения, просто у меня многие руководители спрашивают, слушайте, вроде всего четыре функции, но планирование и контроль это все делают. Ну, организация тоже, в организацию входит как раз что? Организовать работы, распределить ресурсы, людей, деньги, места, все, что называется ресурсами. И делегирование, потому что это тоже организация. Один руководитель, он не сможет физически, да и зачем тогда держать подчиненных, если руководитель все делает своими руками. Логично. А вот про мотивацию, меня спрашивают, а в какое место, вот вчера был курс тайм-менеджмента, меня спрашивают, скажите, пожалуйста, а куда мотивацию персонала, это где? Понедельник, среда, пятница? Ну, то есть сколько вешать в граммах? С одной стороны, потешный вопрос, а с другой стороны, правда, многие руководители говорят, что это за такой бизнес-процесс должен быть, тогда я буду мотивировать персонал. На самом деле, именно на совещании это очень хорошо делать. Ты убиваешь сразу нескольких зайцев, да, то есть ты на совещании много чего можешь делать, и раздать работы какие-то, да, ресурсы, но и очень важно, что ты можешь их промотивировать. Ну, если умеешь, конечно, ну, галочку там можно поставить, это время, когда ты можешь мотивировать. И, конечно, на совещании мы можем обеспечить так называемый эффект синергии, то есть всем известна истина, что синергия, и вообще команда, особенно при решении каких-то проблем, если это команда квалифицированных кадров, она всегда будет более результативна, чем отдельно взятая персона. В психологии есть такое понятие, как метапрограмма. Что есть метапрограмма? Это наше стереотипное мышление, то есть наш угол зрения, вот как на лошадке шорки надевают, это узкие шорки, метапрограмма узенькая. Ну, для чего? Для простых исполнителей мы периодически дали ему задачу, шорки надели, да, вот сузили метапрограмму, говорим, все, туда не ходи, сюда не ходи, а вот туда двигайся. И даем какой-то ему вектор направления. И он, конечно, так бежит. Но бывают моменты, когда руководитель сам может быть некомпетентен во всем. И сейчас век высоких технологий все больше и больше возникает такой вопрос. Как руководить людьми? Как вести это совещание, когда руководитель не понимает тех слов, которые знают твои подчиненные? И это все очевидно и очевидно становится, что как руководитель это отдельная профессия. У нас часто очень были руководители, это бывший хороший исполнитель. Он компетентен и везде может подсказать. А сейчас нет. Вот я как владельца бизнеса, у меня есть два программиста. Честно, я половину слов вообще не понимаю, что они мне говорят. Но при этом я их руководитель, и я должна не просто делать профанацию, я твой руководитель, вы там чем-то занимаетесь. Мне же нужно качество определенное, мне нужно скорость и так далее. То есть вот этот эффект синергии, когда ты берешь и можешь организовать, то есть в этом случае руководитель выступает как модератор, то есть его задание, задача правильно провести это совещание, правильно прокоммуницировать настолько, чтобы эти люди, объединившись, выработали некую тактику, стратегию, какое-то решение вопросов и были счастливы после совещания пойти ее и выполнить. Я такую идеальную красивую картинку нарисовала. Но мне бы очень хотелось, чтобы это действительно так было, а не как вот этот предыдущий слайдик, когда там вот посидеть, чайку попить и еще что-нибудь сделать. То есть эффект синергии, если математическим языком говорить, что это 1 плюс 1 равно 3, то есть 2 человека могут нагенерировать, например, гораздо больше, чем если бы они по одному это делали. То есть вот 1 плюс 1 по идее 2, но эффект синергии это будет уже 3 или 4 или 5, в зависимости от компетенции. Но это при условии, что правильно процесс проходит в совещании. Вот будет правильно процесс, все остальное можно сделать. Я уже, конечно, говорю о том, что команда должна пройти стадии бурления. По типологии формирования команд существует несколько стадий. Я надеюсь, что вы знаете, не знаете, приходите, расскажем. То есть стадия бурления – это когда команда только-только сплачивается. И здесь тоже очень важно, и вот эти совещания, архи важны как раз в эти моменты в том числе. На каждом этапе свое. Ну, это такие три базовых принципа, именно вот плюсы, вернее, которые позволяют, в общем-то, говорить о том, что да, совещания нужны. Но есть минусы. Самый большой очевидный минус – это большие затраты времени. Очень часто я вижу и слышу, когда мне говорят, у нас совещание начинается в 10, спрашиваю, во сколько закончится, а мне говорят, как пойдет. У нас же там творческий процесс на совещании, поэтому как пойдет. Вот это вот как пойдет, такого быть не должно. В принципе, не должно. Потому что возьмите просто математику, ну, как минимум, да. Возьмите количество часов, умножьте на количество людей и умножьте на их зарплату, соответственно, за, например, эти там 2 часа, которые они сидели. И на одном из... Я просто многих слушателей прошу, возьмите калькулятор. То есть если вам известны заработные платы сотрудников, которые там у вас на совещании, просто возьмите, вот ради интереса сейчас, давайте посчитаем, просто за недельку, умножьте на 4, за месяц, вот все, что вы провели на совещаниях, сколько стоит ваше совещание. И один слушатель, он был владельцем бизнеса, соответственно, он на совещании кого зовет? Тот менеджерский состав, а он дорогой. Он даже в сердцах так вот бросил телефон, ну, на котором считал. Он говорит, все, совещание долой. Он понял, что на самом деле это очень дорого, это очень дорогая коммуникация. Это существенный минус. Ну, опять же, при плохой организации это будет вообще ужасный минус. А еще момент в это размывание ответственности за принятие решений, когда, опять же, не ведет модератор, руководитель вот эту группу. Он не ведет ее в том контексте, который должен быть. В процессе сегодня это обсудим. Ну, и, конечно, есть такое понятие, как групповое единомыслие. Это, к примеру, у вас команда, опять же, по принципу формирования любой команды, есть несколько стадий. Вот вторая стадия – это стадия бурления, это конфликтная стадия. А завершающая стадия, когда порой распускают команды, когда они начинают мыслить как единый мозг. Ну, к примеру, это команда каких-то разработчиков. И задача, чтобы разные взгляды были, дабы уменьшить риски. То есть задача такая у этих людей. Они настолько там, например, 2-3 года вместе поработали, они вместе на работе, вместе после работы, ну, к примеру, там, не знаю, играют во что-то. То есть они сплотились настолько, они получаются как единый мозг. И ты их зовешь на совещание, делать мозговой штурм, давайте накидаем варианты. А они все говорят, Петрович сказал вот так. Так, мы все согласны, Петрович у нас самый умный. И ты думаешь, а зачем тебе все остальные 8 человек, если, в общем-то, можно оставить одного Петровича? Поэтому из минусов может быть, ну, то есть, может быть, это действительно совершенная команда, и тогда как показатель ее нужно распускать и набирать каких-то других еще людей, и оставлять, ну, вот экономия, да, оставляем одного Петровича. А может быть, люди прячутся. То есть некоторые всегда в команде находится кто-то поговорливее, кто-то поспокойнее, да, вот этот поговорливее. То есть ошибка руководителя. Он не ведет тайминг, и он не ведет, не моделирует, чтобы каждый говорил. То есть один Петрович говорит, и прекрасно. Остальных спрашиваешь, и все даже не задумывались, то есть не слушали, сидели, как обычно на совещании, кто чем занимается на совещании. Рисуют вокруг, если в клеточку бумажечка, да, вокруг клеточки, там какие-то ромбики, прекрасные рисунки. Вы знаете, можно выставки делать после совещаний. У некоторых так хорошо, замечательно получается, думаешь, что ж мне надо тебе другим заниматься, а не вот тем, чем ты занимаешься. И все прячутся за этого Петровича. Очень важно это понимать, это существенный минус, потому что ты можешь как руководитель не отследить. Ты вроде цели достиг, да, повестка дня была такая, вопрос решен, все. А то, что у тебя один человек там фигурировал, остальные сидели, крестики, нолики играли, ты как-то вот пролетела это мимо. Но это из существенных минусов, которые существуют. Итак, если подвести некий итог, то эффективность совещания, она будет идти по такой вот формуле. Это результат совещания, то есть ценность принятых решений. Обратите внимание, не просто результат, но мы договорились, ценность. То есть к чему эти ценности, и к чему эта ценность приведет? Она вообще зачем? Что там было? Какая повестка дня? Деленная на затраты. А в затраты что входит? Время, как я уже говорила, количество участников и средняя их зарплата, ну за этот промежуток времени, в котором они там участвуют. И статистика говорит, что от 30 до 90% времени руководители проводят на совещание. Ну или в процессе совещания, как создание команд, да, то есть они там как-то регулируют. И вот ваша задача, как руководители, я подразумеваю, что на этот курс вы, в общем-то, записались, потому что являетесь руководителем, повышать ценность этих решений. То есть вам нужно уменьшить время, ну да, что на что делать? Уменьшить время. Что мы можем еще здесь уменьшить? Возможно, количество участников, то есть вызывать на совещание не просто всех, да, у тебя там 50 человек сидит, и только 2 тебе нужно и участвуют, а остальные 48 крестики-нулики играют, прекрасно поиграют, да, в рабочее время. И еще исходить нужно из ценности этих действий, да, вот этот результат. В чем ценность? То есть если сопоставить весь расходник на ту ценность, может быть, нужно подумать, а нужно ли совещание? Поэтому основная задача, первая, это убедиться, что совещание необходимо. Давайте смотреть. Я буду сейчас вам показывать вопросы, а вы как бы для себя помечайте, да или нет. Следующий вопрос. Актуальны ли вопросы к совещанию? Сегодня нужно говорить именно об этом. Ну, здесь ценность, да, вот вы привыкли, многие же по привычке, у нас каждый понедельник, вторник, среда или там еще в какой-то последовательности совещание. Причем неважно, есть повестка дня или нет, просто по привычке. Мы по привычке встаем и идем во сколько-то на совещание. Вот, пожалуйста, если вы организатор совещания, задайте себе этот вопрос. Вот именно об этом нужно сегодня говорить? Актуальность этого. Второй вопрос. Форма подачи. То есть та аудитория и та подготовка, которую ты вот планируешь, да, в формате, в каком, соответствует или нет? Например, вы хотите какие-то цифры показать, какую-то динамику, но при этом не подготовите тот же флипчарт, доску или нужно вообще подготовиться, там, какие-то слайды сделать. Да, а если вы только устно будете говорить, люди плохо воспринимают таблицы просто устно. Их так-то вот, Excel попробует, если мелким шрифтом даже на флипчарте их не видно. Да, то есть важно понимать форма подачи какая. Может быть, нужно сделать видеоконференцию, когда у всех будет транслироваться экран, вот как сейчас, да, я с вами говорю, и часть у нас смотрит в экран монитор, например. То есть здесь я могу показывать цифры какие-то, а если бы это просто было на слух? Это не информативно, ничего никто не запомнит, только на слух, особенно если много там каких-то цифр. Дальше. Что должно произойти, остаться в голове у сотрудников после совещания? Я обожаю этот вопрос, потому что очень многие его вообще не задают. Я на курсе «Мотивация персонала» даю такой кейс. То есть специально у вас есть совещание, у вас нет денег, денег нет, но вы держитесь, вы не имеете права сказать. То есть вам нужно замотивировать персонал, ну что там такое сказать, чтобы, в общем-то, они остались на работе, ну так еще и работу работали, они просто сидели. И очень многие, вот сколько я смотрю, очень многие люди, руководители, действующие руководители, не справляются с этой задачей. Потому что они упираются просто в мотивацию, ну по принципу, потерпите, пожалуйста, ребятки, ну вот там вот когда-нибудь что-нибудь. И когда завершаем, я всегда спрашиваю участников совещания, скажу, скажите, пожалуйста, а что у вас осталось в голове? Они говорят фразу, ну что, денег не будет? Ну вы потерпите. То есть спрашиваю самого руководителя, говорю, а вы целью что ставили? Вот что должно было остаться в голове? То есть с каким настроением они должны были уйти с совещания? Я, говорит, хотела, чтобы они пошли прямо в бой, сказали, мы вытащим компанию, мы поднимем с колен и так далее. Ну там какие-то вот такие вот вещи. Я говорю, а вот то, что вы странслировали, как оно соответствовало вот этой цели? То есть на самом деле совещание – это очень важная коммуникация, при этом, что она дорогая. А то, что дорогое, мы же обычно ценим? Не ценим? Ну вот когда вы что-то задорого покупаете, вы цените это? Купите новую машину, дорогую. Так обычно там, не дай бог, рядом кто-то встанет, готов подушками ее обвязать. Вот представляете, с точки зрения ценности бизнеса, я имею в виду вот ценности, стоимости, да, это один из самых дорогих ресурсов коммуникации, совещания. Так и, в общем-то, готовьтесь к этому, оберегайте это, четко понимать, что там люди должны чувствовать, с какими эмоциями выходить, какие шаги они должны сделать. Ну и еще очень важный такой момент, можно ли не проводить совещание и добиться того же результата? Да, то есть, если мы понимаем, что тот же самый результат, можно позвать этого Петровича, все у него спросить он тебе скажет, за 10 минут, зачем собирать совещание? Вот если вы ответили на вопросы первой и второй, что да, актуальны, и форма подачи соответствует, а на четвертый вопрос вы ответили нет, ну, то есть, нельзя кроме совещания никак этого добиться, то тогда проводите совещание. Если все не так, то тогда каким другим способом вы можете этого достигнуть? Ну, когда вы отвечаете на четвертый вопрос, в общем-то, сразу все понятно становится. Итак, какие же бывают совещания, да, и цели, и форматы этих? Будет зависеть. Вот смотрите, цель совещания. Я сейчас как пример. Совещание, так и называется, и там цель выдвинуть идеи, оценить варианты, найти решения. Ну, то есть, когда команда работает в неком творческом режиме, и обычно таким апофеозом этого формата является именно мозговой штурм. Я вам тут как пример. Мозговой штурм, свод, анализ. Немножко чуть позже я вам скажу правила определенные, потому что там уже есть правила. Вроде все знают. Узнаешь мозговой штурм? Знаю. Проведи. Чего только я, каких интерпретаций не видел. Но есть правила. Правда, на любой инструмент есть правила. И обязательно условие, что очень здесь очень важно, что здесь ничего не приводится к критике. То есть, любой мозговой штурм, например, и свод, анализ, просто набрасывается на листе, на флипчарте, на доске, но не обсуждается на начальной статье, то есть, когда мы собираем только информацию. Это типичная ошибка. То есть, кто-то говорит, а давайте вот так. Нет, это ерунда. Не записали. И вот все вот в таком вот ключе. Тогда, в общем-то, если у вас задача была выдвинуть идеи, чужую, вы их сразу режете. Пусть выдвигается сначала, а потом будете принимать решение. Причем принимать решение может как единолично сам руководитель и собирать совещание только ради того, чтобы как раз ему люди, компетентные люди, где он может быть некомпетентен настолько, набросали идеи, все плюсы и минусы разобрали, и только его будет итоговое решение. Все. То есть, здесь нужно добиться свободного общения, без всяких вот драк, без всяких конфликтов. Иногда дерутся, да. И, конечно, никакой жесткой, неконструктивной или даже конструктивной критики в этом этапе нет. Второй вариант – это планерка, где цель просто проанализировать текущее состояние некого процесса, наметить какие-то новые задачи. Этот формат очень такой близкий к устной отчетности по каким-то заданным показателям. И поэтому, в принципе, планерка всегда проходит именно по делу, по какой-то намеченной планерке. И заранее известная повестка, которая сбрасывается всем. То есть, прежде чем начать совещание, когда его планируют, я надеюсь, что у вас так всех происходит, всем заинтересованным лицам бросается, неважно, чем вы пользу, аутлук, письмо, не имеет значения. То есть, какими-то средствами связи заранее, что будет совещание такое-то, во столько-то, во столько-то, с стольки до стольки, повестка дня такая-то. Опять же, для чего это делается? Вот представьте, тоже видела такое совещание. Приходит руководитель, подготовился, список, все, что он хочет, и говорит Здравствуйте, уважаемые коллеги, как дела, все вроде поговорили, погода, природа, и потом задает вопрос. Итак, Марья Петровна, а скажите-ка, пожалуйста, как же мы двигаемся в, ну, например, продажи, да, как мы двигаемся в этом квартале по продажам по отношению к этому же кварталу прошлого года? Да, вот Марья Ивановна прямо в голове это все держит. Она такая, не знаю, сейчас, но она же ответственный сотрудник. Что делать? Она выбегает из кабинета, бежит, у меня есть все в компьютере. Хорошо, если ноутбук, а если не ноутбук, она пойдет, посмотрит, на бумажке запишет, прибегает. Радостная такая, ну, минут 10 пройдет к этому времени. Плюс 120% аплодисменты. Молодец, Марья Ивановна. Хорошо. Марья Ивановна, скажи-ка, пожалуйста, а что у нас, или там HR-служба, что у нас с текучкой по отношению этого кварталу? Ну, аналогично, да, вы понимаете? Следующий побежал. И вот так вот все совещание, кто-то куда-то бегает, а все остальное время, чтобы заполнить пустоту, ну, в общем-то, так вот, ни о чем. Как дела у тебя там, дочь поступила, или там еще что-то. Ну, вот так бы. Похоже? Похоже это на правду, или я все придумываю? Ну, может быть, я в чем-то где-то приукрасила, ну, так или нет. Я такое видела. Лично я видела. Поэтому планерку проводят не более одного часа, поскольку обычно это известные цифры, люди априори должны быть подготовлены и прийти, и поэтому она не идет больше часа. Я даже рекомендую делать не больше 40 минут, потому что с точки зрения нашего строения, нашей физиологии, у нас каждые 40 минут что-то там меняется в голове, одно полушарие на другое, какой-то там информационный обмен происходит, и люди устают. Не просто так же уроки даже делать по 40 минут. То есть через 40 минут у вас люди начнут вот прям совсем уезжать от темы, несмотря на то, что она может быть очень-очень важна. Поэтому не больше делайте. Ну, то есть вот лучше подготовиться. Может быть, ее даже разделить там на какие-то части, если уж какой-то большой вопрос. И существует такое понятие, как пятиминутка, и когда мне говорят, ой, у нас пятиминутка, я спрашиваю, сколько времени она идет, а мне говорят, ну, часа два. Почему на пятиминутке называется, правда, непонятно. Странные какие-то пять минут. На пятиминутке обычно обозначаются какие-то приоритеты и формируется рабочий настрой. Я рекомендую действительно это использовать, можно сказать, каждый день, особенно если вам важна какая-то стрессовая работа, важно персонала подмотивировать, да, вот этот настрой проверить, точно, чтобы они работали. Это очень актуально, например, у кого колл-центр, потому что там много негатива, отказов, да, вот они постоянно в этом работают. И если утром делать пятиминутку, во-первых, проверка, да, кто как себя чувствует, у кого какое настроение, потому что архиважно вот этот настрой проверять. Я как преподаватель, который в центре специалистов, веду более 30 курсов, то есть это и менеджмент, это весь soft skills, soft skills – это развитие мягких навыков, управление конфликтами, эффективные переговоры, жесткие переговоры, противодействие манипуляциям, коучинговый подход в управлении персоналом и так далее и тому подобное. Могу сказать, что тут важный такой момент, что эти коммуникации, их нужно развивать всегда. Не бывает, я научился и все. Это не Excel и Word. Я научился и везде подходит. Каждый раз нужно это искать. И вот наша эмоциональная система, она очень заразная. На каждом курсе я об этом в строении мозга рассказываю. И вот ваше давление никак не повлияет, кровяное я имею в виду, не повлияет на меня, а мое на ваше. А вот наше эмоциональное состояние, оно влияет. Если бы я пришла, я такая, все, я умираю, здесь вот у меня все не удалось. Через, ну уже к этому времени, сколько мы вместе находимся, вы уже тоже этим возразили. Если я в позитивном наклонении, вы точно так же готовы улыбаться. Вот я вам улыбаюсь, и вы в ответ улыбаетесь. Молодой человек только не хочет, пока не смотрит на меня. Вот. И поэтому вот эта пятиминутка, это для руководителя как раз понимание. Может быть, кого-то из коллектива нужно выдернуть, да, не чтобы он приступал к работе. В таком настроении, говорит, слона не продашь. Он будет сидеть вот так киснуть и заразит всех остальных. У тебя весь коллектив начнет киснуть. Поэтому это очень важно, особенно, говорю, там, где стрессово, в экол-центре, там, где работают с тяжелыми клиентами, какие-то претензии, да, вот в банках, например, там есть люди, которые вообще постоянно только с претензиями работают. Думают, у них работа такая стрессовая. Ну и даже если это ваши любимые айтишники, они тоже люди. И если вы их с утра похвалите, знаете, ласковое слово и кошке приятно, а уж айтишнику тем более. Не тяжело пять минут ласковые слова говорить? Да? Не тяжело? С тем билдом утром. С тем билдом. Кидание печенья с вареньем. Кидание печенья с вареньем даже? А, поедание, ну, блабросание, ничего себе эти компании. То есть, на самом деле, пятиминутка, она действительно очень короткая. Ну, потолок, я вам здесь пишу, не более 15 минут. То есть, хоть и называется пятиминутка, зависит от коллектива. В некоторых компаниях там даже гимны поют. Ну, это как захотите. Ну, я не претендую на гимны. Ну, в общем-то, в некоторых поют. Да, нет у вас еще гимнокомпании? А надо. То есть, обозначаем приоритеты. То есть, люди знают, например, да, они делают одну и ту же работу каждый день, но только вы, как руководитель, знаете там приоритетность. Что архиважно в первую очередь делать, во вторую. То есть, вы расставляете приоритеты, людям это видно. Часто меня спрашивают, а можно ли это сделать в режиме каком-то, ну, там, написать. Можно. И потому что, если, например, у вас огромный офис, люди в разных местах находятся, они у вас будут полчаса идти на эту пятиминутку, а потом еще полчаса назад идти. А кто-то еще и на перекурс зайдет. То есть, может быть, тогда актуально не каждый день это делать в режиме, вот, очном. Да, но также есть видеоконференции, какие-то там даже по телефону на громкой связи. То есть, вот в таком вот ключе. Ну, очную, конечно, никто не заменит, но в плане ее эффективности. Но если это далеко идти, и ради пяти минут нужно пройти или приехать еще, не дай бог, очень далеко, понятно, что это нецелесообразно. То есть, та формула будет не работать. Итак, с чего начать? В первую очередь, нужно понимать, что подготовка к совещанию 40% успеха. Я всегда говорю, если не готова, вот вы, как руководители, отменяйте. Отменяйте, переносите. Это ваше право, у вас есть власть. Не начинайте. Знаете, как видно, когда руководитель не готов. Ваши же подчиненные, они с хорошими навыками сами, они все прекрасно считают, что ты не готов. Они, конечно, не скажут, но они это видят. То есть, и выглядит это так. Если шеф не готов, значит, это не важно. Тогда я могу играть в крестике, в нолике и так далее. Ну, прискакал, ой, коллеги, извините, я запыхался, опоздал там и так далее. Вроде как хорошо, я так с кондачка начал. Не будет там толку с этого. То есть, существует некая такая стрела. То есть, что вам нужно, когда вы готовитесь, вопросы самому себе. Я вам рекомендую прямо записать. Первое. Вот я хочу собрать совещание. Что я хочу получить в результате этого совещания? Результат. Почему это важно? Для компании, если вы глава компании, или для там отдела. Почему это важно? То есть, проверка, пишу в кавычках, проверка с миссией. Я миссии всех замучила. Кто-нибудь знает свою миссию? А компании? Знаете. На дверях, говорит, у нас миссия написана. То есть, людям важно, особенно, когда мы управляем простыми, так скажем, линейными сотрудниками, у них теряется мотивация. И вот, чтобы подготовиться, нужно понимать, а как это с миссией. Да, вот всем известна, наверное, такая притча. Спрашивают, мимо идут, и какой-то мужчина, его спрашивают, чем ты занимаешься? Он говорит, я таскаю эти дурацкие камни. А второго спрашивают, он там же на стройплощадке, ты что делаешь? Он говорит, я зарабатываю на кусок хлеба. А третьего спросили, а ты что делаешь? Он говорит, а я строю храм. А делают они одно и то же. Понимаете, вот такие вещи, порой даже, вот такие рассказики какие-то, расскажешь на совещании, так раз и заулыбаешься, говорю, а вы что делаете? Вот сегодня, что вы делаете? И они начинают порой сами придумывать. То есть, мотивацию можно через вопрос. Это немного, ребят. То есть, не обязательно всех спрашивать, вот вы сейчас сидите, не обязательно всех спрашивать. Я задала вопрос, и каждый задумался. А скажут, может быть, два человека, ну, кто пошустрее. Остальные все равно ответить на этот вопрос. Тогда сопоставить ценность их работы будет гораздо выше. И тогда, это будет эффективное совещание, потому что вы к нему готовились и продумали. Ведь просто даже рассказать какую-то историю, как я вам сейчас рассказала, я же готовилась к сегодняшнему занятию, я же ее где-то там, она была в голове, но мне нужно было вспомнить, подготовиться. Это о каждом. Обязательно. Иначе нет смысла в этой коммуникации. Дальше что? Как мы это достигнем в ходе совещания? Смотрите, такой важный вопрос. Способы ведения совещания, их действительно большое количество. При этом, вот какой способ я там изберу? Потому что в зависимости от способа я должна понимать, какой мне материал нужен. Может быть, мне нужен флипчат, может быть, мне нужна доска, может быть, мне нужен проектор. То есть как я буду вести, каким способом я этого добьюсь. Ну, и четвертый вопрос. Как я пойму, что совещание прошло эффективно? Вот как вы понимаете, достигли поставленных задач. Освещение. Это первый пункт. Да. И вот очень важно, четвертый пункт как раз очень хорошо проверяет первый. Потому что, когда ты первый неправильно поставишь, то что я хочу? Я хочу, чтобы люди замотивированы были. Потом спрашиваю, а как ты поймешь, что они замотивированы? Они улыбаются. Я говорю, то есть я правильно понимаю, у тебя цель совещания, чтобы люди улыбались? Ну нет. А какая тогда у тебя цель совещания? То есть, понимаете, когда это проверка себя, то не будет же рядом меня, когда вы будете вести совещание и готовить, чтобы я вам сказала, так вот тут делай не так, вот тут. Я сейчас даю инструменты, которые, если вы будете применять, это позволит вам существенно сэкономить время и провести это эффективнее. Это к подготовке. Если говорить про коммуникации уже внутри, то, конечно, как я вам уже сказала, это подготовка и 40% успеха. Все приглашенные должны знать, в каком месте будет совещание, в какой комнате, чтобы не бегали по коридору. Тоже видела неоднократно. Не тут совещание? Ой, не тут. А где? А ты и бегает, тут такая стая народа, которая бегает по коридору, а потому что руководитель не написал, в какой переговорке, потому что их много, а еще, оказывается, это в другом, каком-нибудь через переход нужно куда-нибудь бежать, если большой офис. То есть важно, что фактически вы платите деньгами компании или деньгами своими, если вы владелец бизнеса, за каждую минуту, проведенную на совещаниях этих людей. Фактически платите. Вот прям берете так вот, я, кто не понимает, я говорю, берешь сейчас стоимость совещания, например, 50 тысяч, и вот минута прошла, то есть одна минута, разделим на час, и прям бери сейчас и вот прям своего кармана отдавай. Вот как только начинают, о, теперь я понял, я говорю, вот понимаете, когда вы что-то отдаете, вы должны понимать, что вы хотите взамен, ценность повышается каждую минуту, проведенную вместе. То есть все заранее, правила игры, какая повестка дня, когда это будет, то есть все это должно быть. Дальше это вот повестка, то есть что это такое повестка? План совещания, это список вопросов для рассмотрения. И из нее как раз участники понимают, для чего проводится совещание, потому что когда спрашиваешь, ой, извини, говорят, у меня совещание, я говорю, а что на повестке-то? Да откуда я знаю? Ну, то есть вот она, вот она тоже типовая ошибка. Откуда я знаю, какой там, что-то шеф вызывает, и все, и не важно, он каждый день вызывает по 33 раза на день. И, конечно, когда только подчиненные, вот как раз узнают это все на планерке, никакой эффективности речи уже быть не может. Дальше, само проведение. Во-первых, ограничьте время проведения, если это периодическое совещание, например, каждый день, не больше 30-40 минут. Не надо больше. Все. То есть это либо должны быть какие-то фокус-группы, если это архиважный какой-то проект, но это не весь народ, который у вас там есть. И всегда начинайте вовремя. Закон. Я в свое время, это очень жесткий способ, конечно, кто-то может применять, кто-то нет, но очень хорошо помогает. Потому что в состоянии стресса, в состоянии кризиса идет авторитарный стиль управления. И если у компании действительно архиважно какие-то вопросы решить, то здесь руководитель обычно принимает волевое решение, чтобы на него не опаздывали, что после того, как руководитель зашел в комнату, а он заходит ровно в то время, когда, ну я имею в виду в комнату, где проводят освещение, то после него уже никто не заходит. Стоит один раз людям остаться за дверью, когда их не пустили, даже если они нужны. Я вас уверяю, знаете, чудесным образом автобусы приезжают вовремя, метро без остановок, пробки где-то рассасываются и так далее. Я однократно использовала. Ну так периодически. Вот раз, расшаталась, потому что если вы 7-1 не ждут, при этом вы тратите время с точки зрения тайминга пока подождать, пока, ой, а я не слышала, расскажите еще. Да, вот, то есть ты тратишь время реально в пустую, поэтому не допускаем никаких опозданий. И если вы не можете начать вовремя, то тогда вы заранее должны предупредить всех участников, чтобы они не сидели, не ждали. то есть там, например, они найдут чем заниматься. Ну, перенесите там на полчаса, ну, мало ли вы там откуда-то с какой-то встречи едете. И, конечно, нужно приходить подготовленным самим, пример показывать, и требовать, чтобы сотрудники приходили тоже вовремя, подготовленными, то есть чтобы все было. Повестку дня если отправили, чтобы у них все было, без вариантов. Это их работа. Нужно четко дать понять, что совещание это не времяпрепровождение, не чтение там книжек параллельно в соцсетях, сидений или еще в чем-то. Это такая же работа. Но только если она подготовлена, тогда это и будет. И, конечно, когда мы обозначаем обзор повестки дня, мы проясняем цель совещания и какие ожидаем итоги. То есть я хочу по итогам этого совещания, чтобы мы пришли к решению такого-то вопроса. Наметили там шаги или еще что-то. И, конечно, краткие обобщения, когда вы двигаетесь, например, первый вопрос прошли, второй, прям подытожили, чтобы у людей было ощущение, что они двигаются. Итак, коллеги, хорошо, по первому вопросу закрыли, ответственное такое-то, время такое-то. По второму вопросу то-то, то-то, то-то. По третьему вопросу то-то, 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 по четвертому, ну и, соответственно, все вот эти выводы. И еще важный момент, что во время совещания могут, часто очень возникают вопросы, которые на повестке дня не стояли. Возьмите себе на привычку, выносите все такие вопросы, которые вы не ставили на совещание, за рамки этого совещания. То есть это может быть другое, например, встретимся через два часа. Либо, если это касается, ну вы понимаете, это касается одного человека, к примеру, не надо это на совещании тогда, в общем-то, обсуждать. Говорим о вас, Иван Иванович, я попрошу остаться. К примеру, при условии, что у вас сразу после совещания не назначено еще что-то. То есть назначено, назначаем конкретное время, когда вы обсудите этот вопрос. И, в общем-то, если кто-то, что нужно делать в момент проведения, гасить конфликты, то есть если начинают друг с другом, нет, ты не прав, еще что-то, коллеги, то есть вы как модератор не допускаете. У нас есть общее правило, если я спрашиваю, приучаю, все говорят по очереди, нет неправильных ответов или неправильных вопросов. И если все-таки мы видим на совещании, это, кстати, тоже очень лакмусовая бумажка, когда видно скрытые конфликты. То есть их просто вообще руководители редко их замечают. А вот на совещании видно. Вы представляете, приходят на совещание обычно чирейку и друг с другом говорят, что-то там говорят, говорят. А потом ты приходишь на совещание, а у тебя два человека сели друг напротив друга, не смотрят. И когда ты начинаешь спрашивать, они начинают друг друга либо топить, либо говорить. Но у нас Ирина там самая умная, вот пусть она и ответит. То есть вы поймете сразу, по вербалике, и по словам, и по тому, как это было сказано. И в этом случае, если вы это видите, это тоже диагностика. Вот плюс, наверное, принесла бы. Это диагностика. Потому что только там это, по сути, видно. И Ирину, и там еще кого-то, с кем это происходит. А вот вам оставаться и обязательно разберите этот конфликт. Ну, то есть диагностику прошли, нужно дальше с этим что-то делать. Что еще? Важно фиксация результатов. То есть при постановке задач нам очень важно отвечать на все вопросы. То есть что нужно сделать, с какой целью, где будут выполняться эти действия, какие сроки, кто будет действовать, как это сделать, сколько это будет стоить, в зависимости от того, какие ресурсы. То есть все распределить, ответить на все вопросы. Опять же, это когда вы готовитесь, это нужно все прописать. и подводить итоги вместе с согласованием обязательно, да, зафиксировать это в протоколе совещания. Вот кто ведет протокол совещания? Секретарь. У вас, я имею в виду, из тех, кто секретарь. Хорошо. Но на самом деле в малых компаниях ну нет секретаря, к примеру. Ведет сам руководитель, либо можно, я знаете, когда у меня вот стартапные компании, ну нет там у меня свободных людей, кто бы там и сидел рядом со мной и писал. А мне важно не отвлекаться, потому что у меня там свой, например, регламент. Я прошу по очереди. То есть у меня, поскольку на удалении многие сотрудники вообще в других городах и регионах, у меня практически все совещания, они идут в режиме скайпа, либо, ну сейчас B324 используем, видеосвязь, она более устойчива. И я по очереди просто прошу там. Вот сегодня зовут Андрей. Сегодня у нас за протокол отвечает Андрей. На следующей неделе, например, там Ирина. А потом еще на следующей неделе тут по очереди. Вроде как никому не обидно и по очереди я не веду. То есть протокол, что это такое? Некая бумага, если мы очно, либо это если вот в таком заочном варианте, в режиме онлайн какой-то а-ля конференции, то нужно просто подвести. Вопрос был такой, решение такое, ответственный такой, кто решает какие сроки, чтобы все остальные знали. И потом просто это письмо всем участникам бросается, что все знают, кто за что отвечает. с уведомлением о прочтении. Потому что без бумажки потом не докажешь. Очень часто приходишь на следующее совещание и говорят, подождите, подождите, вообще этого не было. Или, а я понял, что это Ирина вообще все делает, она же у нас там громче всех говорила. то есть может вообще неделя прошла, например, а результата никакого нет. Итоги подводятся после каждого вопроса или же суммарно по совещанию? Фиксация результатов, если кто-то сидит, пишет параллельно, то есть после каждого вопроса подвели, то сразу же это записали, но это отдельно взятый человек. И потом в совокупии, если бы подводили в промежутках, я рекомендую в промежутках, ну чтобы один вопрос решили, дверемся дальше. И потом уже по итогам просто благодарность. Вот следующий этап это завершение. То есть завершаем всегда вовремя, даже если не успели всю повестку дня провести, это уважение ко времени, своему времени. То есть потом проанализируйте, либо оставьте тех людей, которые вот архиважны, остальных отпустите. То есть если обещали закончить, например, в 11, значит заканчиваете в 11. То есть это уважение определенное. А раньше можно? Раньше можно. Позже главное, чтобы не было. Ну вот элементарно, я когда на стартапах работала, там мне нужно было, у меня весь рабочий день было расписано интервью, ну собеседование имеется в виду. И они же ровно, ну приходят люди, так определенным временем, я же не могу выйти и сказать, извините, у меня тут совещание, вы там посидите непонятно сколько. Если это люди стоящие, то вряд ли они будут долго ждать. Ну посидят полчаса и уйдут, скажут, зачем мне такая компания, если меня не ценят. И поэтому я своему руководителю говорила, это же тоже воспитание своих руководителей, которые затягивают совещание, говорю, у меня извините, но у меня уже кандидат сидит, и я, к сожалению, отключаюсь. Ну или потом, думаю, или к счастью. Потому что этот руководитель не смог, когда он готовился, понять, что вот на этот список вопросов необходимо там, например, другое количество времени. Или разделить на разные совещания. Это он не смог. Это его функционал, это его качество. Поэтому касаемо итогового уже, итоговый, на завершение, это уже просто письмом, тогда не нужно опять заново все проговаривать. Тогда сэкономите время. Итак, кто такой модератор? Модератор ведущий совещание, который управляет как раз живым потоком каких-то сообщений, коммуникаций. И до совещания модератор, я сейчас модератор равно руководитель. Иногда, когда вы, например, генеральный директор, то это не вы будете делать, а будет делать некий модератор. Я сейчас поэтому рассматриваю модератор с разных точек зрения. Может быть, это и вы будете. Цель совещания, какие вопросы, кто будут участники, место встречи и рассылка материалов, но если для этого необходимо, например, чем-то знакомиться сначала. Во время совещания модератор, очень важно, что он контролирует время, он контролирует самих выступающих, чтобы они там не ругались друг с другом, и контроль вопросов, все ли вопросы освещены были те, которые нужно осветить. Ну и после совещания, это как раз рассылка протокола, получение статуса, чтобы к следующему совещанию, но обычно на следующем совещании подводится итог, что запланировали, насколько это будет биться. И, конечно, важный такой момент, что кто-то должен за это отвечать. Обычно это модератор. То есть, чтобы к следующему совещанию и так по первому заданию выполнено то-то, то-то, или там статус какой-то, в процентном соотношении, ну, опять же, в зависимости от работы. Принцип понятен? Либо вы сами, если нет модератора. Ну, те, кто уже большого статуса, обычно уже есть модератор. Может быть, это зам, может быть, это пом, может быть, грамотный секретарь, или там делопроизводитель его называют, да, ну, то есть, действительно, который компетентен. Тогда конфликтов не будет. Ну, и хочу вам показать, как вообще правило, да, говорила про мозговой штурм. В мозговом штурме важны такие моменты, что длительность состоит он из обычно трех этапов. Первый этап – это 15-20 минут, когда генерируется просто новая идея, фиксируется на доске, на какой-то бумаге. Смотрите, бумага имеется в виду флипчарт. У себя на бумажке каждый сидит, то есть при проведении мозгового штурма модератор или ведущий этого совещания, это уже внутри наполнения, он должен стоять по большей части. Стоишь с маркером и, соответственно, просто набрасываешь все. Потом, когда все набросали, не обсуждаем, плохо, хорошо, все подряд пишем. Бред, не бред, да, вот вообще без какой-то оценки. Потом перерыв 5-10 минут. Ну вот, чайку можно налить, к примеру. Они должны несколько успокоиться, потому что обычно, когда генерируют варианты, такой эмоциональный дух поднимается, ну, то есть люди мотивируются. А на втором этапе, он более длительный, 30-40 минут, когда можно провести, вот как раз оценку этих идей, насколько они практичны, насколько затратны. Выбирается обычная идея здравомыслящая, либо делается градация. Сейчас вот это можно сделать, да, вот эта идея на доработку, надо над ней там еще поработать. А вот эта идея, она еще слишком рано. У меня бывает такое на совещаниях, когда творческие люди, они опережают время, то есть они предлагают варианты решения, на которые сейчас просто ресурсов еще. Ну, не придумали такую платформу, ну, к примеру, да, то есть такая какая-то идея, летающая машина, к примеру. Да, она может помочь нам решить вопрос, но летающих машин пока нет. Это не означает, что у него плохая идея. Идея здоровская, действительно поможет, но он опередил время. И хорошо, вы себе там куда-нибудь на карандаш напишите, знаете, там 10 лет назад, даже не думали, или там 15 лет назад вспомните, разве думали, что мы по сотовому телефону телевизор будем смотреть? Нет. Я помню, когда я первый раз в Китае это увидела, там, боже, как так-то? Вот идут и телек смотрят в телефоне, а у нас только Nokia 3310 была. Это вообще какое-то страшное было что-то. Ну, еще я вам хочу показать, как креативить. То есть когда бывают очень-очень сложные моменты, те же разработчики, или какая-то проблематика, где нужно придумывать что-то новое, только вас не хватает, где-то как раз нужна команда. Это креативное совещание, есть такой классификатор, называется «Шесть шляп» Эдварда Дебона, автор, знаете, да? Кто-то знает. И здесь выглядит это так. То есть есть синяя шляпа, ну, конечно, можно поиграться прям шляпу, понадевать, я просто не знаю, где такое количество шляп. Некоторые креативят, у меня есть проектная команда, которые, когда я им сказала этот инструмент, они сказали, да мы сделаем из газет вот такую треуголку и покрасим ее, ну, или там цветной бумаги. Вы знаете, персонал очень любит играть. Геймификация от слова «гейм», да, от слова «игра» никто не отменял. Они вот настолько проектные команды или отделы какие-то, вот пару-трой, и это делается, конечно, не еженедельно или там ежедневно, это делается когда-то, можно раз в квартал, раз в полгода, когда нужно реально покреативить в чем-то, да, придумать решение каких-то вопросов сложных. И надевается шляпа, и каждый раз, как будто бы, вот как если мы сейчас, обычно синяя шляпа, это на руководительный модератор и управляет процессом. А, например, сейчас ребята, сейчас у нас творчество, зеленая шляпа. Ваша задача – генерировать варианты, ну, точно так же, как в мозговом штурме, да, то есть генерируем варианты безо всякой оценки, все написали. Потом теперь, окей, теперь мы надеваем желтую шляпу. Давайте искать все сильные стороны, которые есть у этих предложений, да, доводы за, почему именно это, там, то-то, то-то, то-то. Мы транслируем дальше, там, прекрасная шляпа, да, надеваем, опять же, меняем. Теперь красная шляпа, представьте, вы все в красной шляпе и прочувствуйте, вот, если сделать это, вот, что вы прочувствуете, да, вот, какие чувства будут, если это так, причем можно поиграть. Чувства по отношению, если к внутреннему заказчику, вот, если мы так сделаем, таким путем пойдем, да, вот, за, набрали там какой-то вариант решения, пять за, то есть, в принципе, понимают, что очень много, да, вот именно за этот вариант. А попробуйте, давайте встанем на сторону клиента, итогового, кто там будет покупать это, что он будет чувствовать, когда он будет пользоваться вот таким вот вариантом. Опять записываем. Ребята, это все пишется. Лучше флипчарт использовать на шести шляпах. Один лист – это одна шляпа. Опять один лист – это одна шляпа. Ваша задача как модератора – писать. Практически все, сколько я проводила таких совещаний именно в этом плане, они их запоминают больше всех, и они любят их. Потому что действительно их там что-то спрашивают. Это такая приверженность людей увеличивается. Ценность вот этого совещания. Не только что мы выработали какие-то поиски, каких-то решений, но и то, что мотивация очень серьезная, что к ним прислушиваются. Порой элементарно то, что к человеку прислушивается, у него крылья вырастают. Ну и так далее. Дальше у нас черная шляпа, когда мы ищем пессимизм некий, надеваем. А какие же есть риски? Мы смотрим, критикуем то, что нагенерировали. Ну и затем по фактам нам нужно взять такой нейтралитет, все-таки объективное мышление, без уже эмоций, только голые цифры и факты, посчитать. Иногда вот такое совещание идет в несколько этапов, причем после каждой шляпы даже можно делать перерывчики. То есть если большой спектр, что глобально большой какой-то проект, там, эвент-компании, когда у них творчество должно быть, очень часто это используют на совещаниях. Вот есть компания, 300 человек, какая-то конференция нужно вывести, надо придумать, чем занять их три дня. Ну вот представляете, то есть это нужно не где-то же откуда-то стащить с интернета, это нечто глобальное, большое мероприятие нужно придумать. Там без этого не обойтись. Ну и еще можно сделать свот-анализ, знакомый с свот-анализ. Знакомы? И очень просто, я тоже делаю регулярно, хорошо. В общем, одному тяжело свот-анализ делать, потому что, опять же, у тебя, ты с своими это программы, вот я там, я люблю свою компанию, мне кажется, у меня все сильные стороны. Тяжело, но там слабые, ну как же я признаюсь, у нас же все сильное. И ты не очень объективен. А когда ты собираешь коллектив и просто, опять же, спрашиваешь, также делишь на четыре вот пункта, да, свот-анализ. То есть сильные и слабые стороны – это про внутренние компании, про внутрь компании, внутренних клиентов. Возможность и угроз – это внешняя среда. Внутренняя среда и внешняя среда. И когда набрасываешь это все, то проще принять какое-то решение, какой план действий дальше делать. Я порой свот-анализ делаю, решение принимаю сама, я дальше их ничего не прошу. Дальше мне все становится очевидно. Иногда неприятно руководителю, когда тебе говорят, что, ну там, какая-то слабая сторона или угроза. Ну тебе кажется, да нет там никакой угрозы. Но раз люди говорят, ну обычно они же доводы какие-то приводят, почему такая угроза? То есть есть угроза, к примеру, один учредитель, он же владелец, он же там генеральный директор, и все хорошо в компании. Какая угроза? А если вдруг что-то случится с этим директором, что будет с предприятием? Нет права преемника, он все в своих руках держит. Угроза? Внешняя угроза, конечно, для предприятия. И тогда сидишь и думаешь, как руководитель, а надо же вырастить кого-то, хоть какого-то зама, который, в общем-то, может довести, в общем-то, до какой-то логики. Очень многие руководители после свода анализа так вот начинают задумываться о том, что надо что-то поменять. Ну и, в общем-то, где можно получить? Это же весь курс, как я говорила, это маленький кусок из того многообразия, что вы можете обучиться. У нас больше тысячи курсов. Но при этом хотелось бы обратить внимание, поскольку раз вы пришли на тему именно эффективного совещания, то важно понимать, что это кусок один в системе менеджмента, в системе управления. И нужно поставить сначала эту систему. Руководитель структурного подразделения, среднего, высшего звена или коучинговый подход в коммуникациях дает возможность, но последний курс, да, вот коучинговый подход, вы получаете навыки задавания вопросов. Это как раз управлять. Как управлять людьми, когда у тебя нет компетенции? Вообще глубоко не знаю. Я половину слов не понимаю. Да хоть физик-ядерщик. Если руководитель обучен, как задавать эти вопросы, он всегда сможет быть модератором. Не как вот с точки зрения, я руководитель, я вот сказал вот так, а с точки зрения того, что ты сможешь моделировать это совещание таким образом, чтобы это все получилось. Ну и в общем-то выбирайте центр специалист, потому что действительно акцент у нас сделан на практиках. Любой преподаватель, которому вы попадаете, это человек, который не просто понимает и знает, он это уже сам неоднократно делал. И если говорить про управленцев, да, про управленческие кадры, когда учишься менеджменту, в общем-то все преподаватели у нас достойные. Поэтому рады будем видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok